я приветствую вас друзья на канале о сложном просто меня зовут сергей сегодня снова продолжим делать каталог товаров этот раз часть 16 делать будем сегодня обновление сущности ревью также два как бы способа то есть два метода сначала получение обновления соответственно но и обновление не буду тратить ваше время переключаемся в студии так друзья сегодня займемся этим методом и вот этим методом первый метод он получает из базы данных по идентификатору сущность которую нужно превратить в объем отл и отдать на юаль там она будет обновлена этот обновленный можно будет возвращаться во второй метод который мы собственно будем уже в базу данных запихивать то что было изведено на юаль вот такой вот план работ давайте посмотрим что у нас есть так нас есть у нас нет ревью давайте посмотрим что лежит здесь конечно нам нужно примерно то же самое потому что я не думаю что мы что-то там дополнительно будем изменять и запрещать поэтому я создал копию этого объем модула и добавлю сюда если что идентификатор вот я вот таким вот образом скопирую не наследует него потому что в некоторых случаях может как бы лишнее дело идентификатор нужен для того чтобы получить эту сущность и по нему же будем обновлять надо сказать что в rst API существует возможность когда обновляется и идентификатор но это уже вам для домашнего изучения так сказать переименуем метод и собственно теперь мы можем давайте я сделаю образу и подобию наверное вот этот вот get for request for create я сделаю get for update здесь у меня будет update здесь у меня будет update ну и как вы понимаете там как в том не гнать до самого низа слоны вот здесь вот здесь вот зря конечно обновил так и так может получается что в общем теоретически у нас уже почти все готово за исключением того что мы не получили ревью так и надо сказать что здесь здесь мы будем получать ревью у нас смотрите здесь мы получаем продукт который проверяем если для нее ревью или нет я думаю что эта проверка не потребуется потому что потому что потому что потому что мы будем уже редактировать существующие ревью и здесь давайте я просто создам ревью который мы по идентификатор конечно здесь у нас будет просто id ну подразумевая naming convention что если мы делаем get for review мы получаем и соответственно и соответственно примерно здесь мы можем сказать то же самое то есть если мы я обычно называю entity чтобы не переименовывать каждый раз и я подразумеваю что entity это как раз ревью ну naming convention который собственно говоря лично вы хотите как каталог здесь у нас будет редактировать у нас ничего не получится и соответственно здесь у нас будет вот так вот id и смотрите у нас здесь есть продукт id это тот продукт id для которого мы будем делать это ревью то есть его редактировать теоретически ну не знаю наверное можно было бы предусмотреть нельзя же взять одно ревью поменять у него продукт идти и сказать что это теперь ревью для другого товара давайте я это уберу, я считаю, что это не целесообразно, поэтому будем вот так делать, ну и соответственно мне нужно добавить сюда entity-content, по идее здесь должен быть entity-alty, здесь у нас тоже должен быть не тот, кто редактирует, а непосредственно entity, так, у нас здесь лишняя комбочка, username, ну и дальше по ходу рейтинга у нас тоже будет рации entity, и это будет вот таким вот образом, то есть мы взяли из базы данных, наверное, здесь не нужно брать на редактирование, смотрите, я хочу сказать, что когда у нас здесь пользователь не имеет прав, не забывает про эту оказию, нужно сказать, что у нас для администратора доступны все, и у нас где-то здесь должен быть юзер, вот руководим, request is enroll, appdata, администратор, вот таким удобным, то есть вне зависимости от этого пользователя, администратора или нет, ну хотя другими словами, у нас просто стоит такая задача, что пользователь может редактировать свой ревью, свое ревью, а администратор может редактировать все и нам нужно для начала сделать ну такую штуку, что если пользователь не создавал это ревью, то он редактировать его не может, поэтому Теоретически вот тот пользователь, который сюда приходит, мы должны здесь проверить, вот сюда в реквест добавить, что наш юзернейм равен юзерреквест, обязательно, юзеридентитейнейм, то есть вот такая штука, что пользователь у нас авторизован. Давайте, наверное, вот так сделаем, var, вот таким вот образом, и может ли у нас не авторизованный пользователь, давайте проверим, endpoint, у нас такого метода еще нет, давайте сделаем вот так, ctrl-t, здесь делаем для начала get, здесь у нас review, get for update, здесь будет review, get for update, ну по образу и подобию давайте я вот так вот сделаю ctrl-t, и сюда добавлю вот это вот, то есть не авторизованные пользователи вообще не могут сюда попасть, поэтому здесь get for update, и нам сюда нужен не product ID, а непосредственно review, и возвращать не будем update, и теперь получается, что когда у нас пользователь авторизованный придет, значит здесь у нас будет обязательное слово, он будет авторизован, и смотрите, есть у меня пользователь администратор, ему тоже нужно разрешать, проверять вот это вот, собственно, продукт продукт, ну то есть редактировать его, ой, продукт review, и соответственно вот эта штука не сработает, если пользователь будет администратор, поэтому теоретически нужно сделать предикат, который построит правильное значение, вот для этого вот строки. Итак, возникает вопрос, как это сделать, ну, во-первых, нужно построить предикат, ему нужно сделать здесь отдельный метод, ну давайте я буду сделать это здесь, в общем, будет предикат, который я буду строить, и строить, он будет специальным образом, так называемый предикат builder, вот он он, и даже вот он, даже вот это вот можно, собственно говоря, убрать. Смотрите, эта штука работает простым образом, она строит дерево запросов, причем первый предикат true, мы нужно указать, мне нужно указать, что это мы строим предикат на review, и true говорит о том, что у нас по умолчанию будет выбраны все, то есть, если я сейчас возьму вот этот вот предикат, подставлю вот сюда, то у меня будет выбрано все возможное, что мне нужно, то есть, понятно, да, как это работает, false, значит ничего не будет. Ну, а дальше по нарастающим, мне нужно проверить, что если пользователь администратор, тогда этот предикат нужно оставить, как есть, в противном случае, если он не администратор, то нужно проверить, что пользователь с коима совпадает с именем создателя. Так, если у меня user, вау, так, да, реквезд, конечно же, isenroll, appdata, администратор, name, то, в общем-то, не, не так, если не равен, то есть, если у пользователя нет ролей, то мне нужно тогда в предикат, давайте сделаем таким образом, добавить еще, значит, условие, которое предикат, обязательно, и здесь нужно указать тот самый предикат, который, в общем-то, я и буду брать, наверное, вот отсюда, и проверять, что этот предикат не равен тому, что нет, осталось добавить вот это вот условие, и я добавлю прямо вот сюда, то есть предикат, который, собственно, не меняется, вне зависимости от чего, вернее, независимо ни от чего, ну, даже можно вот так сделать, and, и вот такой вот, сюда, конечно же, это нужно удалить, это нужно на следующую строчку, ну, во всяком случае, а здесь добавить такую штуку, вот, еще раз, для того, чтобы дать пользователю, который является автором этого ревью, его редактировать, и он является администратором, мы делаем предикат, который по умолчанию проверяет, что, ой, я не то написал, вот, хорошо, что проверил, здесь у меня должно быть написано id, равен, request, id, то есть здесь мы по умолчанию предикателем говорим, что мы выбираем по идентификатору, и на это никакие условия не влезают, но если у нас пользователь не является администратором, тогда мы проверяем, что его создание этого ревью, как раз этот пользователь и занимался, вот, и потом этот предикат подставляем вот сюда, в общем-то, и тогда здесь на выборке подставляем, что пользователь не редактирует, смотрите, теоретически, если пользователь, который создал ревью, отправил его на модерацию, в общем-то, он еще скрыт, и, соответственно, здесь он его отредактировать не сможет, ну, можно сделать проверку, чтобы сюда булевое значение подставляло, что это администратор, но я не буду это делать, у нас вроде бы этого нет в правилах, то есть в рекламентах, в задачах, в требованиях, поэтому имейте это в виду, что подставляем сюда булевое значение true или false, от того это администратор или их создатель этого ревью, то есть, чтобы он скрытая, то есть не опубликованная, мог тоже, в общем-то, редактировать, но оставим такая, пока так есть, и у нас будет ревью, которое должен сделать администратор, не знаю, опять же, ну, например, да, вот, давайте поехали дальше. Итак, мы нашли APT, дальше мы, если его не нашли, то тут, как бы, тоже нужно сделать проверку, что если он скрыт, но является автором, то можно выдать сообщение, что находится на ревью, а не наоборот, то есть не not found, опять же, на вашей совести, но если хотите, меняйте, это уже логика, которую нужно реализовывать, в зависимости от того, какие требования были непосредственно у вас. Ну и, соответственно, раз у меня уже есть метод, и я его уже даже где-то вот вызываю, да, можно посмотреть, что, собственно говоря, приходит. Давайте, ладно, потом перебинаем, давайте сейчас перебинаем, сохранять не будем, чтобы не перестроилась система. Так, есть у нас ревью, есть get for update, и мне нужен идентификатор сущности, у нас нет get, ну, давайте вот good, будет good, и подставляем сюда идентификатор, ага, для начала нужно зарегистрироваться, у нас после замагинца, прошел, и, ну, и вот я получил, собственно говоря, как администратор, эту, собственно говоря, сущность, которую можно редактировать. Можно предположить, что вот это, что мне потребуется для, ну, в общем, главное, что работает. Поехали дальше. Теперь нам нужно создать второй метод, ну, я его создал вот таким вот образом, это будет update, это будет put, и, соответственно, здесь будет update. Так, и, ну, теоретически я могу скопировать вот этот метод, давайте я так и сделаю. здесь мы его заберем, здесь у нас уже будет update model, ну, и, соответственно, метод update, у меня его, естественно, нету, вот эти пост, ну, по идее, нужно назвать тогда put update request, ну, ладно, пусть так, вот, и создадим его, ну, ну, давайте создадим его, как он и должен быть, я прям вот так вот скопирую название, shift 2 и update. Это у меня будет request. вот он, и здесь я буду выдавать наружу, operation, result, соответственно, продукт, это будет рекорд, и сюда, так, здесь немножко скопку, сюда мне будет приходить review update model, сюда будет приходить обязательно клиентс, и сюда нужно будет кодиуме для агентстваPUT. И там в последующую строчку и соответственно ему нужно hendler. Ну и соответственно ему нужно hendler. Это будет уже класс requestHendler, requestHendler для, упс, ну вот так тоже неплохо. Для вот такой штанги, вот такая штанги, вот такая штанга, который может включиться в наружу будем выбрать Оперейшн Резалт Ревью Би Модул и соответственно так и теперь мне нужно ввести это сюда ну давайте я опять же сделаю плохо и скопирую вот эту вот штуку которая будет говорить о том что мы нашли или не нашли ту сущность которую будем обновлять вот таким вот образом я сделаю здесь мне нужен уже модул потому что в нем лежит этот глинификатор и соответственно мне здесь нужен конструктор которым филд здесь будет соответственно эвейт итак смотрим и возвращаем так здесь у меня будет возвращаться ReviewModel и соответственно так создаем предикат также проверяем если пользователь администратор или владелец находим в базе данных что мы планируем если не находим возвращаем дальше если находим то нам нужно сделать ну давайте я воспользуюсь тоже маппером имаппер пусть будет такой маппер это что такое вот таким вот макаром я вообще-то прокинул и соответственно мне нужно этот маппер использовать маппер ну как я говорю мне нужен SubdateReModel то есть это как раз RequestModel нужно закинуть в Entity которую мы будем менять опять же напоминаю что здесь нужно поставить DisableTrackingFault чтобы она не отключалась чтобы мы получили сущность могли ее изменить и обратно закинуть базу данных ну и еще наверно вот эту вот штуку я превращу в репозиторий упс чтобы каждый раз ее репозиторий не создавать и соответственно здесь репозиторий мне нужно сделать Update как раз вот эту сущность которую мы обновили дальше мне нужно сделать UpdateUnitofWorksSafeChange и проверить что все обновления прошли успешно есть UnitofWorksLastSafeChange из нотаCable то есть если была ошибка тогда varException родно UnitofWorksLastSafeException или ну какой-нибудь там каталог как сказать DataSearchChange Exception и тут нужно указать ну конечно же new и по-моему нужно указать название сущности name of review соответственно operation result and error exception и пункт operation в противном случае мы нужны заполнить у operation result result ну давайте так сделаем entity у нас уже есть и нам ее нужно просто замапить mapper map review review view model и мы этот entity обновленный просто отдадим и operation нам нужно сделать ну в общем каким-то таким образом без всяких излишеств я думаю что это должно сработать ну давайте проверим я его заиспользовал здесь стоит ну давайте проверим нет что-то не работает ну конечно здесь у меня должен быть module id запускаем логинимся сразу же идем в review get for update try так есть у меня тут идентификатор пойдет так получил view model давайте поменяем рейтинг и описание update и и получил ну пусть будет так ну юзернет наверное нет смысла его редактировать поэтому его нужно убрать из выдачи наружу или при обновлении не давать его изменить ну давайте покажу как это можно сделать по-простому ну а вы решите в своем приложении как он лучше сделать updated надеюсь напишем ой 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 здесь напишем рейтинг ну давайте проверим что работает как это называется валидация ну у нас пока маркинга нету и валидации ну давайте вот этим вот и займемся в c давайте все закроем и сделаем валидацию на update для начала давайте создадим валидатор он прост потому что нам всего лишь нам всего нужно здесь сделать boot update request скопируем и таким образом ставим здесь опять же уже все готово поэтому ну не знаю давайте оставим как есть значит валидация у нас уже работает а вот на самом деле штука которая выдает пользователя чтобы изменить давайте спустим проверим раз уж так быстро валидатор создали валидацию салют и салют и салют и салют и салют это все зависит от того как безополнику вы реализуете у меня она такая и проверим что рейтинг у нас допустим 6 не проскочит но как вы видите валидатор сработал и это не дошло даже еще до маппера давайте сделаем маппер я скопирую так давайте откроем review maper configuration и у нас есть кредит и теоретически нам нужно сделать сначала на апдейт и собственно это нам не нужно давайте выберем свойства будет проще контент сейчас покажу дальше id есть рейтинг и username остальное а visible наверно смотрите на редактирование нужно уже добавить visible потому что у нас изначально в review это свойство есть при создании мы всегда говорили что оно будет невидимо после создания так и вот соответственно visible добавляем creator не нужен ну и смотрите по умолчанию маппер работает таким образом что если совпадают какие то то он это понимает и соответственно можно их не подставлять в данном случае у меня уже сработал поэтому по идее этот маппер не нужен еще раз когда мы получаем сущность на редактирование вот эти свойства поставляются автоматически и соответственно для маппера этого не нужно а вот когда мы обратно сохраняем то нам уже нужно поменять схему и здесь уже будет это вот таким вот образом диперсификатор у нас игнорируется потому что мы с ним ничего не делаем контент у нас берется из контента мы с ним ничего не делаем рейтинг мы с ним ничего не делаем соответственно маппер здесь не сработает на тот момент когда мы Мы подставляем другие свойства, в частности те самые, которые являются create Я вот таким образом делаю Потому что в процессе обновления у нас их нету И соответственно визимо мы теперь отсюда тоже должны убрать В общем те свойства, которые не прошли, не были заматлены в предыдущий раз Их нужно удалить, created-ed, created-batch нужно добавить, что мы всегда их игнорируем Потому что они не меняются никогда А вот updated и это updated-by Вот смотрите, updated у нас тем было обновлено Должно убраться вот так вот Потому что мы не подставляем этого пользователя И соответственно нужно, чтобы он был обновлен Update-ed обновится автоматически, я уже показывал где в предыдущих видео Ну и visible мы тоже ставим то, что уже будет непосредственно в module Давайте запустим, проверим, что я не упрутил ничего Так, у нас не запустилось А ну вот Product ID А ну вот Product ID Product ID как мы решили уже не менять Потому что как бы описание про один продукт Но для того какого Но в общем не будем это делать Давайте еще раз запустим Я стартанул проект Так давайте скопируем опять какой-нибудь Идентификатор Get Получил его Вот Mapper сработал То есть он достаточно умный Понимает, что если свойства все есть Которые ему нужно, чтобы из одной сущности в другую То он как бы делает это и все А вот когда ему не хватает чего-то Тогда он начинает говорить уже всякие глупости Так Посмотрим Здесь у нас пусть будет какой-нибудь Undated Ну или так Здесь пусть будет рейтинг допустим 7 И visible Поставим true Нажимаем обновить Валидация 7 Максимум нельзя То есть пусть будет 4 Execute У нас появилась информация о том, что UpdatedBy У нас не подставляется Потому что Я в процессе маппинга его не использовал И это нужно исправить А делается это вот здесь Мне нужно сказать, что Вот это вот Options Items Мне нужно поставить сюда как раз Name of Аппликейшн User Запятая Нет Равно Давайте я вот так вот сделаю Я не помню где это делал Давайте я просто подставлю Чтобы сэкономить время Таким образом получается, что мы при маппинге с одного на другого подставляем пользователя, которые Это сейчас делают То есть он поставит UpdatedBy То есть Кем было обновление Текущего пользователя Еще раз Давайте Понадеемся, что у меня в памяти Сохранилось Да Вот Она сохранилась Updated Здесь поставим true И допустим рейтинг 4 И сохранить Ну И как видите Теперь все сработало И это Есть подтверждение Давайте вот так вот Напишу Обратите внимание True Rating 4 Updated В общем сработало И смотрите Поставилось Сразу же автоматически Кем обновлено И во сколько Вот Ну на этом Наверно Наверно Нужно остановиться Два метода Мы их создали В общем Вам всего хорошего Подписывайтесь на канал И пишите правильный код И пишите правильный код